Крымск, Станица Троицкая, Абинск, Славянск-на-Кубани, Темрюк, через порт Кавказ-на-Тамань и через Веселовку-Ванапу. Следы покрышек велосипедисты оставили на маршруте в 656 километров. И на колесах следы песка и земли тех поселков и городов Кубани, где побывали. Это вот остатки Бугасской и Витязевской коз, так сказать. Вот, все было забито песком. У нас на Таманской прибрежной полосе, вот за мысом Железный Рог, мы попали в дождик, а там как раз грунтовая дорога, осыпающийся такой грунт немножко. И он моментально стал просто глиной, которая забивала вообще все. Цель поездки – провести отпуск максимально эффективно. Сергей Шкуратов, экономист, работает в банке. Во время отпуска исполнил роль краеведа, историка и экскурсовода. Накануне поездки в интернете собрал информацию по всем населенным пунктам маршрута. Если искать историю каких-то небольших станиц и хуторов, то интернет тут, ну, малорезультативен. Мне пришлось посетить библиотеку, взять там несколько книг по… Ну, допустим, что-то вроде энциклопедии по кубанской истории, помогали книги по истории Кавказской войны. Во время велопутешествия по Кубани познакомились с проправнуком Степана Чегрина, приручив новую тенденцию мейл-арта. Товарищ хронометрист у нас так называемый в походе Сергей собирал очень кропотливо и долго много лазил в интернете, в библиотеки ходил. Собирал много информации по мелким хуторам каким-то, откуда, вплоть до того, что откуда название пошло. Даже нашел последнего там сохранившегося, так сказать, живого человека, потомка, правнука или проправнука, того, в честь кого был назван маленький хутор Чегрина. Мы ему написали, вот отправим фотографии, даже открытку ему из поселка, из хутора Чегрина отправили ему в Апсков, он живет там сейчас. Люди нам написали в интернете из Питера, из Москвы, Новороссийск нескольким, себе же отправили, в Украину отправили. Просто желающие, ой, я хочу, мне интересно, отправьте. Вот мы рассылали вот из станицы Анастасиевской, например, двум Анастасиям отправили сразу открытку. Немногие анапчане задумывались, почему курортный поселок назвали Витязева. Эти ребята нашли ответ во время велопутешествия. А вот две косы, Витязевская и Бугасская, гостям из Новороссийска не понравились. Таким серьезным испытанием, наверное, и вообще было преодоление Бугасской и Витязевской косы. Он проваливается в песок, проворачивает педали, становится практически нереально. То есть, если можно какой-то участок проехать, то он не превышает пяти метров. Кстати, возраст активистов самый серьезный – 25 до 43 лет. Походу делают фото, снимают видео, знакомятся с коренными жителями. Десять дней – жизнь на колесах. Готовились к велопоходу полгода. Из снаряжений для транспорта никаких особенностей. Универсальная покрышка – удобное приспособление. Дороги для асфальтовой. Такие штуки. Прикрутил рога, так называемые, чтобы было на дальнике удобнее. В рога уперся, принял полулежачее положение, гораздо легче спине. Прикрутил багажник, опять же, багажник так получилось. Взял случайно на прокат у знакомого багажник вообще с раскладного велосипеда, с обычного. Ну, подошел покреплением немножко, поколдовали с ребятами. Все прикрепили, все посадили. Ну, в общем-то, по сути, наверное, все. И отправились налегке в путешествие по Кубани. Из Анапы отпускники вернутся домой из Новороссийск.